Мы сейчас с вами будем ставить на циферблатах стрелочки Как выглядят часы практически все знают, этим никого не удивишь Хотя часы бывают весьма разные, весьма странные Ну, например, часы бывают подарочные И на них обычно рисуются, вот тут такая даже стилизованная коробочка На них рисуются на циферблате римские цифры Да, отбиваются время Посмотрите, какая особенность Сейчас я уже не буду задавать вам вопросы Сумеете ли вы сами так нарисовать? Не уверена, но тем не менее обратите внимание на то, как расположены цифры Вот эта вот цифра, например, 6 поставлена кверх ногами Почему? Вот эта цифра 7 поставлена кверх ногами И если вы посмотрите на кремлевских курантах Там тоже так же Тоже так же Ну, потому что цифры они ставят... Почему? Потому что здесь речь идет о вашей, видите, точке зрения Они будут располагаться правильно Если вы будете смотреть не со стороны, а из центра часов Увидели? Вот у нас центр часов И если вы будете смотреть из центра часов То тогда вы увидите 5, 4 в их правильном написании Однако к этому уже все привыкли И практически не обращают внимания на то, что странным образом расставлены цифры Есть еще одни интересные часы Вот, посмотрите Видите, что стрелочки стоят? Нет, только никому не загораживать Все посмотрели? Итак, лежат на столе наручные часы Да? А стрелочки на них стоят Вопрос Вопрос Чуть-чуть отойдем Вопрос Это часы, ну, как бы из... Семьи В данном случае я взяла специально, чтобы рассказать историю В свое время, будучи тоже ребенком Я решила завести эти часы И покрутить колесико Стрелочки у меня, видите? Передвинулись А часы не пошли Я передвигала стрелочки А часы не ходили Казалось бы, всегда крутишь колесико Часы заводятся Потому что там нет батарейки Это нет батарейки Здесь нет батарейки Они механические Потому что нету пружины Пружина есть Да Может быть, они сломаны? Вот, понимаешь, что же подумала я И, собственно говоря, мне было очень обидно Но признаваться надо И я сказала папе, что... Пап, ты знаешь Я сломала, наверное, твои часы Так они сломались? Они не ходят Может, это что? Они не ходят? Не ходят Не ходят Вот я подвигаю стрелочки Они тянули рычажок А они не ходят Пришлось идти к папе Виниться Признаваться Признаваться Извиняться И тогда он сказал Нет, говорит, доченька Ты их не сломала Они работают Я понял, почему надо колесико вытащить Нет Колесико не надо Они обычные Это колесико для того, чтобы часы переводить Сзади обычные часы Иди сюда, посмотри Видишь, что больше ничего нет на часах? А дошки идет Елена Борисовна Сзади тоже ничего нет На это колесико нажать Нажать нет Выпись Тем не менее, они не сломаны Итак А? Завод кончился Завод кончился, но почему? И почему они не сломаны? И как их завести? Да, пожалуйста А мне кажется, это те утром, которые стоят, а когда... Ну вот там тоже, да? Они стоят, а когда... Нет, тут секундная стрелка есть, она выходила Да Как завести? Да Тихо Да В ту сторону Да Ваш вариант Может быть, их надо одеть, чтобы они заработали? Одеть, ну хорошо, а чем отличается... Вот им Одеть от... Это правильная у тебя догадка Чем отличается одеть от положить? Ничем Отличается А где-то ты можешь ходить, посмотри на руку, а тут именно положить? Ну, нам сейчас надо еще их завести, нет, но это действительно... Нет А ты как свои заводишь? Я вообще на мастерах У меня электроны А, у тебя электроны Ну вот, на самом деле, здесь подойдут... Да, вот здесь посмотрят, сейчас они заведутся удивительным образом На самом деле, это те часы, которые действительно заводятся только, допустим, на руке у человека во время ходьбы Самозаводящиеся часы А именно для того, чтобы они ходили, их надо просто потрясти Видите, я не завожу, а просто трясу При ходьбе на руке, рука вместе с... как говорится, в такт качается, увидели? И они заводятся Итак, ну вот, человек ходит, а они заводятся А этого завода хватает даже на ночь И поэтому, когда их положить на стул, ну если долго, конечно, они лежат, они перестанут ходить А так, вот, заводятся Увидела? Держи Нет, это не твои часы, это швейцарские часы Можно мастеру не отвозить Услышала? Вот так вот Ну, приложи, приложи Завелись теперь? Стали ходить? Ну вот, да Итак, это просто разные фирмы Ну вот, вот такая вот 8 циферблатов приготовили Я буду вам говорить, какое время выставлять Полностью, полный круг, 360 градусов Итак, пополам разделили 12 и 6 Еще разделили пополам 3,9 И это четверть Давайте делаем еще две засечки Разделим каждую четверть на 3 части Я не буду подряд ставить все цифры Что, Ваня, загромождать рисунок? Вам надо пока приготовить циферблаты Все циферблаты приготовили Стрелочка часовая должна быть короче Минутная длиннее Итак, на первом циферблате Выставляем время Два часа 45 минут 45 минут Две часа 12 часов 10 минут 12 часов 10 минут Восемь часов Утро, допустим Восемь часов 20 минут 20 минут Это первая строчка Первая строчка Вы рисуете И на своих циферблатах Выставляете время Какое хотим? Да Нет, которое тут написано Без 5 минут 5 часов Без четверти Без четверти 9 21 0-0 Ну и последнее Без четверти Без четверти Без четверти Без четверти Давайте Надежда 5 часов 36 Минут Итак Вы рисуете Циферблаты Расставляете На них Стрелочки После этого Сверяемся Работаем А пошли 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 А что такое Без четверти Первые часы Показывают 14 часов 30 минут Надо указать Да Стрелки надо поставить Вторые часы Показывают 2 часа 45 минут А надо все 8 И Третьи часы 12 часов 10 минут 8 часов 20 минут По второму Ряду Пошли Без 5 Минут 5 Нет Четверти 9 21 0-0 5 часов 36 Минут Ваша Задача Нарисовать Расставить Стрелки Что? Она Где Про запас? Елена Борисовна Да Чтобы ход достиг Сделать все Нет Сначала Надо у себя В тетради Все сделать Все 8 Сделал? Да Все 8 Я тоже Подайте Покажу С вами Крохотученько Крохотученько Чтобы потом Ставить Там Вот Что-то Такое Похожее Значит Господа Если вы Не хотите Делать Задачу Это Одна Проблема Если вы Считаете Что таким Образом Вы Сделали Задачу Это Еще Большая Проблема Пока Никто В основном Из Подошедших Не нарисовал Правильно Циферблат Не нарисовал Правильно Стрелки И главное Что даже Не показал Ну а Поэтому Нельзя показать Правильно Время Учимся Рисовать Вместе Учимся Рисовать Вместе Если Итак Да Давайте Смотреть Вот Сюда Приготовились Итак Первое Что вы Должны Добиться Для того Чтобы Все-таки Сделать Задание Правильно Это Постараться Начертить Круг И Поставить Его Центр Это Можно Прилично Сделать А Другим Дальше Я Не Я Вам Сказала Что Полный Круг 360 Центр Рад Поделили Пополам По 180 Поставили И Еще Четверть Поставили Увидели Но Господа Кроме 12 6 3 У нас Есть Еще Другие Цифры Я Не Стала Писать Для Того Чтобы Не Загромождать Дуску Но Придется Нам Сейчас Это Сделать Для Того Чтобы Поставить 1 И 2 Нам Надо Первую Четверть Разбить На Три Промежутка Скажите Пожалуйста Эти Три Промежутка Сколько Градусов Одна Дуга Неправда Неправда 30 Если Четверть Это 90 То Одна Треть Это 30 Вот Поделили Поставили 1 2 4 5 6 7 8 10 11 Поделили Вместе Все Теперь Расставляем Наши Стрелочки Проще Всего Поставить Минутную Стрелку Потому Что Она Показывает Сколько Минут Итак У нас 30 Минут Значит Наша Стрелочка Будет Указывать На Цифру 6 А именно Половина Часа У вас Так же Проверяйте Наша Маленькая Стрелочка Указывает 14 Часов Значит 12 Часов Уже Прошло 13 14 14 30 Это 14 Часов Уже Прошло Или Только Наступит Уже Прошло Поэтому Моя Маленькая Стрелочка Будет Показывать На Промежуток Между Числами 2 И 3 Между Числами 2 И 3 Вот Сюда Увидели? Да Значит С 2 Она Уже Сошла А до 3 Еще Не Дошла Итак Ну если Это Понятно Давайте Расставим Следующее Ну пожалуйста Идите Итак Аккуратно Все У кого Маленькие Мелкие Все Красиво Делаете Итак 2 Часа 45 Минут Пробуем Итак Два Часа События Уже Прошло Да Ну чуть-чуть Помогу Да Чуть-чуть Пониже Сейчас Центр Сделаю Итак Значит 2 часа Уже Прошло Посмотрите Внимательно И наша Стрелочка Ближе Даже К 3 Даже Чуть Ближе К 3 Но еще Не наступило У нас еще 15 минут Да До того Чтобы события Наступило Итак 12 Ты без 10 12 Посмотри Внимательно 12 Часов 10 Минут Событие 12 часов Уже прошло 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 Значит Сдвинулось Вот это Подожди Пожалуйста А все идет От неврежности Понимаешь Ты вот Сказала Чуть-чуть Поленилась Да 12 часов Уже прошло Вот так А теперь 10 минут Где Да Все Спасибо Следующий Давайте В лучшем Разве Позвищем Что еще Да Смело Остается Смело Итак Сейчас Мы Закончим Зареньем А когда Мы будем Состоять И так И так Испода Осталось 5 минут Все Давай Да Спасибо Смело Да 7 5 Да Молодец Нет 5 Да Без четверти Без четверти 9 Чуть-чуть Больше Без четверти Без четверти Они почти Вот это четверг, 5 часов, 5 часов, 5 часов. 5 часов, 8 часов, 5 часов. Итак, у вас 8 значений. Вам осталось совсем небольшое действие, а именно определить угол между стрелками. Давайте смотреть. Угол между стрелками здесь какой? 90. Здесь 90 градусов. Итак, определяем маленький уголок. Нам надо не меньше, нам надо точно сколько градусов. 100. 95. 93. Итак, всем зрителям домашних заданий найти на оставшихся циферблатах точное значение углов между стрелками. Чему равны углы, вот здесь мы показали, чему равны углы между стрелками? В первом, где 14, через 30 минут, и там, где 21. Ну вот здесь, смотри, сколько 14? 90 и еще половина 30. Это будет 105. 105. Итак, надо по всем часам пройтись и найти, сколько градусов будет между стрелочками. Ну вот здесь, сколько градусов будет между стрелками. 80. 80. 70. 80.